прямой ответ добрый вечер дорогие радиослушатели первого радио и те кто смотрит нашу передачу на youtube канале первого радио кстати напоминаю что подписывайтесь чтобы не пропускать наши передачи вам всегда радость будем рады вашим лайком также и сегодняшний наш гость я думаю он в представлении не нуждается журналист матвей гонопольский добрый вечер матвей юрьевич здрасте марьяна я прежде всего хотела вас поздравить с недавним юбилеем такая большая дата как вы себя ощущаете в таком серьезном возрасте вы знаете тут я хочу рассказать смешное дело в том что когда-то очень давно когда акционером радио эхо москвы где я проработал 31 год был владимир гусинский он тогда жил в израиле и он пригласил нас там пол коллектива приехать в израиль мы пошли в ресторан на ему тогда исполнилось 50 лет и вот он встал с бокалом вина или шампанского и обратился к нам а мы естественно были моложе он сказал вас конечно интересует всех как себя чувствует человек когда ему исполняется 50 лет он а тогда у него был мост банк он вообще хороший опытный финансист если путин его не выдавил то судьба его конечно сложилось бы совсем иначе он говорит вы знаете это как психологическое преодоление курса доллара ну вот например вчера доллар был столько-то а сегодня например он стал мы не знать 30 рублей и мы говорим что надо психологически это пережить поэтому он говорит я проснулся утром и понял что мне уже 50 лет и что собственно ничего не изменилось поэтому я отвечаю собственно его словами мне кажется это лучше всего это психологическая какая-то точка которая тебе говорит об одном все остается по старому только надо более тщательно следить за своим здоровьем вот и все больше ничего хорошо это обнадежит я бы сказала всех нас я когда думаю как вас представляете я решила что я лучше спрошу вас как вы сейчас себя позиционируете украинский журналист российский журналист в изгнании или как-то еще нет ну просто журналист почему украинский журналист я географически я вам сейчас объясню это не столь важно потому что благодаря интернету ну как сказать макаревич например он или алла борисовна пугачёва она российская певица или какая они за их характеризуется меня как как алла борис ну да то есть благодаря интернету никакой привязки географии не существует я просто занимаюсь аналитикой занимаюсь журналистикой а где бы я не находился я сегодня здесь завтра там по контракту я сейчас работаю в украине причем прибыл сюда 10 лет назад мне предложили но я сам львовянин поэтому украинский язык это мой родной язык поэтому я прибыл довольно давно еще вот этой вот ну отсчитайте 10 лет назад до большой войны ну и теперь здесь нахожусь потому что это свободная страна потому что мне здесь комфортно мне здесь хорошо здесь моя аудитория а все остальное я делаю в своих стримах в интернетах поэтому я не сказал бы что как-то можно меня характеризовать мне кажется вот эта категория украинский журналист российский зорный тут я думаю так сколько языков ты знаешь столько ты журналист если бы я знал иврит то я бы была израильским журналистом потому что автоматически тогда израильские проблемы я бы читал не в новостях с переводом а знал бы что там сказал натаньяху в оригинале я мог бы об этом судить но нет не сложилось то есть вопроса того как ты ощущаешь эти новости из но то есть не где-то находишься насколько ты эти новости через себя пропускаешь ну можно сказать да мы наверное еще вернемся к вопросу журналистике потому что это лично для меня больно и интересного ну тогда я хотел бы раз мы уже про израиль и израильские новости заговорили хотела вас спросить что вы почувствовали 7 октября и следите ли вы за нашими новостями ну с конца начну конечно я слежу за вашими новостями потому что по двум причинам во первых потому что это какая-то бесконечная война которая напоминает бесконечную войну в украине вы уж простите я понимаю что тут надо там говорить какие-то бесконечные слова поддерживая израиль в этой войне но я нахожусь в другой стране где идет другая война понимаете конечно и говорит моряк всегда что угодно конечно нет я понимаю это я говорю для вашей аудитории потому что ваша аудитория страшно пострадала этот бандитский налет хамазовцев это так сказать ну да как вам сказать это такая вот трагедия это украинская война уменьшенная соответственно в людях и соответственно в территории поэтому что я почувствовал я почувствовал что путин не то что он организовал эту войну вот это вот я ее называю хамаза израильская ну не просто интересно и хорош термин принимается да ну да хамаза израильская война хамаз же напал неважно кто потом тут есть очень важный момент все началось все таки с украины и совсем не потому что российская федерация раньше напала на украину а хамазовцы потом нет дело здесь не в этом хамазовцы ведь как утверждает израильская сторона недавно готовили это нападение там даже несколько лет вот сейчас показывает вот эти вот тоннели какие-то безумные так далее но это корреспондируется с их главной идеей уничтожение евреев и уничтожение израиль ну потому что правильно говорят те мне очень понравилось это формулировка что из ислам вот ислам это не столько религия там ты можешь прийти ты можешь из нее уйти и так далее сколько такой нео большевизм это как при советской власти у тебя регламентирована вся жизнь и внутри ислама я специально говорю не мусульман потому что мусульмане разные я в этом не очень разбираюсь поэтому это не мое дело а вот эти вот ребята идея уничтожить евреев и уничтожить израиль полностью под так сказать под по до земли она заложена в их не религии а идеологии потому что у них религия она же идеология идеологии она же религия понимаете это вот такая вот ну как вам сказать такой большевизм такая советская власть вы помните да вы наверное жили при советской власти чуть-чуть нити как все было регламентировано вот 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 это то есть ты знал когда ты рождаешься ты знал пионер комсомолец так далее ты знал что надо ненавидеть америку и так далее но только вот эти хамазовцы они горячие ребята и по всей видимости они буквально понимают вот эти вот заветы и почему-то считают что можно с одной стороны ребенка лечить в израильском госпитале от сложнейшей онкологии и забирая ребенка сказать ну спасибо вам ребята но скоро мы вас всех зарежем вы так далее понимаете это но это их проблемы еще раз за это они пострадали за это их сейчас сносят в буква в прямом и переносном смысле за это они раздеты и посрамленные с сидят на земле с заложенными руками за голову за это миллионы беженцев и нечего тут винить израиль тут израиль совершенно ни при чем вспомним старинный старинный израильский завет кто с мечом к нам придет от меча и погибнет понимаете поэтому не надо так сейчас мир другой сейчас вот эти вот все крики вот эти все демонстрации которые были правда обращу ваше внимание очень осторожные демонстрации там несли лозунги за палестинское государство там не несли лозунги за хамас ну все в общем то понимаю или делают границы я надо все ребята в европе быстро поняли что ну государство там палестинская ну да за это выступает армия америка и там разные страны но вот выйти и кричать хамас хамас убивайте евреев и так далее как-то вас могут из цивилизованной страны в вашу хамазию и выпереть поэтому что я почувствовал я почувствовал тогда в день нападения что путину нужно дать по рукам почему и какое это имеет отношение не потому что путин прямо инспирировал это нападение там дал оружие и так далее может он давал его сирии или ирану иран передал и это не суть путин делает главное он декларирует миру что законов нет кто сильный тот и прав понимаете но россия действительно сильная страна а вот хамазовцы просчитались понимаете нервы то нервишки не выдержали нарыли тоннели сделали свои косые кривые ракеты до израиль лоханулся с вот этими первыми часами войны ну все бывает это там израиль сам будет разбираться кто-то виноват не виноват но ну понимаете газа это не россия послабее будет но вот этот вирус все дат вот то есть то что говорит путин вы проглотите понимаете вы проглотите мы пойдем завоюем выпай и пенитесь по и пенитесь и согласитесь вот это вот дело не прошло такая трансформация идеологии нас сейчас я закончу вот почему хамазу так сказать ему объяснили вообще так сказать как надо поступать никто в доме хозяина как надо поступать поступать надо аккуратно понимаете и не будить зверя потому что он проснется и сделает то что сделал израиль а второе надо дать по рукам путину это сложнее потому что вот этот культ безнаказанности и такой абстрактной силы это рождает в разных регионах ощущение что мы сильные как россия и мир проглотит не проглотит как мы видим по израилю как мы видим в венесуэле и и спор с гаяной понимаете даже несмотря на то что они там референдум провели в общем короче говоря сложные ощущения но мир умеет сопротивляться вот так бы я сказал а вот вы сказали дать по рукам а вы еще видите какие-то способы давания по рукам потому что как-то два года и по рукам не дали или по крайней мере не очень эффективно вы имеете ввиду хамазы нет я имею ввиду путина допускали что самое главное дать парком нет ну почему мне кажется у вас ошибочное впечатление в том что путин проиграл войну в тот день когда вдруг стало понятно что они за три дня не взяли ки давайте все-таки говорить правильно страна в которой не было практически армии у которой не было оружие она вдруг взяла и не пустила захватить киев они же там ждали киевский торт ключи зеленского на коленях ничего не получилось вот тогда стало понятно что им эту войну не выиграть никогда тогда первый день был когда они стали гореть своих танках гнить в полях и так далее а сейчас простите меня украина отвоевала за эти два года 50 процентов завоеванных россии территорий ну сейчас бы было хорошее наступление на крым и так далее но вы знаете и ваши слушатели знают очень непростую ситуацию с американской помощью с европейской помощью потому что есть трамп есть республиканцы которые лежат под ним есть европа в которой есть замечательный орбан значит все это есть с этим надо бороться надо решать вопросы но но вчера была пресс-конференция зеленского к ней может быть очень много претензий он раз хотел спросить ваше дело не в зеленском есть зеленский будет кто-то другой ну когда-нибудь понимаете решили выборы во время войны не проводить и тогда наверное ну будет какой-то другой президент главное что есть демократия и главное что украина с помощью западных партнеров не собирается складывать лапки так что путин может хорохориться может там что-то говорить что задачи своего специальной военной операции будут выполнены ну выполняй парень давай вот кстати хочу вам сказать какой ценой вчера за один день положили более 900 русских а вот в боях за авдеевку погибло в боях за один городок за авдеевку погибло уже 13 тысяч россия понимаете поэтому конечно там есть вот эти мамочки которые отдают там есть послушное население вчера путин еще повысил простите еще повысил военные деньги теперь ты получаешь уже 200 230 тысяч рублей не низ не надо переводить это там шекели в долларе на 2 1 до значения это сумасшедшие деньги которые путин коррумпирует которыми путин коррумпирует россиян и говорит только убив украинца вы можете жить достойно а если вас убьют ну вы сгниете где-то там зато семья получит уже не 7 миллионов рублей а 12 миллионов рублей это огромная сумма за 12 миллионов рублей можно купить очень хорошую квартиру понимаете поэтому ну да ну народ позволяет путину это такое знаете падение самолета вот как падал пригожинский самолет такое падение вот когда самолет садится это называется глиссада вот тут вот глиссада мы с вами видим как путин уничтожает свою собственную страну и народ собирается его принять на следующий срок а может быть и на два ну что поделать такая жизнь вы упомянули про выборы во время войны вернее то что в украине их не будет а в израиль это тоже просто актуальный вопрос сейчас идет речь о нужно или не нужны отставки проводить ли выборы и когда вот вы что думаете по поводу выборов в принципе выбор во время войны где бы то ни было я вам хочу сказать что это определяется не тем что я думаю о двумя вещами во первых законодательством страны в украине запрещается во время военного положения проводить выборы президента ну просто такой закон ну вот понимаете да ночь надо чего-то менять надо собираться и там менять закон переписывать его это первое второе очень важное настроение общества не говоря уже о том что зеленский объявил еще тогда в первый раз что выборы провести невозможно по двум причинам во первых они стоят пять с половиной миллиардов долларов их организация а вторых во вторых ну как их проведешь во первых семь миллионов перемещенных лиц непонятно кто где живет пять миллионов выехавших но уже шесть как среди них проводить выборы ну а самое главное это агитации пропаганда в чем смысл президентских выборов конкуренции то есть должен выйти какой-то украинский трамп и начать мочить зеленского шон плохой президент что он это все неправильно делает но не вопрос как к этому отнесется украинское общество когда она сейчас на фоне очень тяжелой ситуации должно быть единой вам немного легче еще раз я не знаю законодательство израиля я вам уже говорил и сразу еще еще раз повторяю я не разбираюсь в израильской жизни я израилю совершенно посторонний человек и нужно внимательно вслушиваться в то что я говорю потому что я говорю довольно объективные мягкие понятные вещи точно также в израиле насколько я понимаю нужно смотреть законодательство можно ли во время военного положения или во время активных военных действий проводить выбор то что можно увольнять и набирать людей это само собой разумеется но вот выборы понимаете да это такой специальный институт вольного общественного волеизъявлений понимаете да вольного вольного вот почему его нельзя проводить ну если говорить в украинских реалиях во время военного положения потому что военное положение это определенная цензура ну понимаем конечно это противоречит выбора и демократия противоречит войне в принципе как таковой да поэтому это должны смотреть израиль мудрые законники ваши ваши юридические департаменты те кто смотрят там ваши там конституцию и так далее вот это все смотреть то есть ваш премьер может уволить кого угодно и назначить кого угодно имеется виду кто входит в его компетенцию а вот проводить выборы но это это должен должны решить должен решить парламент потому что парламент это народное представительство а то кстати наук в украине освещают наш конфликт нашу войну подробно и честно вот это мой короткий ответ мы все знаем из безусловной симпатии к израильской стороне дело в том что у нас во первых ну вот например в моей украиноязычной программе все время включаются политологи и аналитики израильские именно израильские которые живут в израиле как подробно рассказывают что происходит в израиле и и я бы так сказал настолько подробно что мы немножко засыпаем потому что они говорят например ну вот я там спрашиваю их вообще израильская журналистика она очень многословно заповеди все вся ближневосточная вас арабскими коллегами не говорили наверно о и наверно ну вы понимаете я же ничего этого не знаю то есть но вы понимаете мы относимся к этому с большим пониманием то есть например спрашиваешь какая у вас ситуация есть гостья в принципе должен понимать что в селе вопнярка там черниговской области про израиль дали знают только то что там живут носатые евреи понимаете что они умные и что у них клевое государство которое в хороших там с хорошей медицины но вот эти стереотипы все то которые в общем то верны он говорит ну начнем по порядку и так южный фронт город такой-то выпущена 5 ракет 5 ракет сбиты они тогда пошли в обход на такой-то город и у нас тут при нашей войне едет крыша понимаете потому что мы тут запомнить силу не можем а тут украинские селы все запомнили за годы войны и города которых никто ранее нет нет не запомнили не запомнили запомнили знаковые города которые стали легендой понимаете за которые были несоразмерные их размеру битвы и битвы эти продолжается ну в общем короче говоря отвечая на ваш вопрос еще раз повторяю что у нас тут все знают и вот так цокают языком ай-яй-яй-яй-яй-яй вот что делают эти там эти арабы но такое выражение поскольку не делят понимаете но они какие-то они же арабы там даже если они не это как про всех советских говорят русские так что ничего ничего страшно сочувствуют сочувствую а учитывая что украина очень в общем-то мин хотя нет и не знаю можно быть ментально близко с европа в европе мы наблюдаем огромный уровень антисемитизма в россии тоже мы видели дагестана а что с этим в украине нет я бы вас поправил мы не видим огромный уровень антисемитизма моя дочь она в прошлом году закончила джорджи вашингтон университет истории политологии и она мне очень многие вещи поскольку она жила там долгое время нам очень многие вещи мне объяснила про америку а про европу мне объяснили другие но плюс мой опыт понимаете на самом деле я понимаю что это не понравится вашим зрителям безусловно они меня проклянут скажут что я плохой еврей что я не патриотичный сволочь подонок и так далее но я журналист поэтому я говорю так как есть еще раз повторяю те демонстрации которые мы видели соединенных штатах америки в европе они были несколько про другое и вот это очень важно сказать они были за то что израильско-палестинский конфликт надо как-то решить и что нужно создание палестинского государства согласно решению организации объединенных наций которая создавала израиль и палестинскую территорию значит вот должно быть два государства поэтому нельзя и это глупо это обманывать самих себя воспринимать вот эти вот многотысячные действительно демонстрации как поддержку антисемитскую поддержку убийства евреев это не совсем правильно процент насколько мне известно по социологии в любой стране 4 процента радикалов разных антисемитов где-то два процента и тут ничего не поделаешь кто-то не любит евреев кто-то не любит не знаю там темнокожих кто-то понятно да поэтому я вот лично не воспринимаю все эти демонстрации именно как антисемитские они пошли ровно потому вот по вот этой связке что израиль начал атаковать правда тут же почему-то забылось что началось все с хамасовцев но активисты вот эти про палестинские они говорят ну давайте уже решим вопрос с созданием государства палестина другое дело что им абсолютно все равно всем этим активистам всем этим демонстрантам что самим палестинцам не выгодно создавать свое государство почему это абсолютно понятно как это ясно если ты создаешь свое государство то ты должен быть за него ответственен ты не только получаешь деньги от мира как гуманитарную помощь за которую вот всякие вот эти там как халед машаль или как они прощите я ненормально ничего страшного да вы мне это из и ваши зрители простят у него гигантское состояние и это правда у него счета он прекрасно себя чувствует при этом стоит с протянутой рукой и говорит ой дайте нам денег вы видите какие мы нищие проклятые израиль и так далее это все понятно а когда ты создаешь государство то ты должен решать что делать с рабочими местами ты должен укращать преступность ты должен наладить то что по советскому называется народное хозяйство понять что ты производишь кроме вот этих самодельных ракет и это безусловно палестинцам невыгодно как знаете они напоминают вот этих беженцев которые приезжают в европу не идут работать не учат язык а сидят на пособие их дети сидят пособие вот палестина занимается ровно этим это здорово это ну как сказать это остроумно это изобретательно но к великому сожалению когда у тебя люди ничего не делают то они начинают люди ведь деятельные животные понимаете они начинают не требовать от своего руководства дай нам работу дай нам денег дай нам досточную достойную жизнь они ищут виновных но не будет же ты свое руководство обвинять они обвиняют они обвиняют обвиняют хорошо обвиняют ну не важно ли легче все вообще я вам советую если у вас дома разбилась тарелка обвините евреев ну даже евреи во всем виноваты в том числе и в том же разбита тарелка поэтому конечно есть проблема которую сложно решить и не мне ее решать это восточный иерусалим это храмовая гора и так далее так исторически сложилось но насколько я знаю есть модели которые предлагали соединенные штаты америки предлагали предлагала европа частично британия предлагала решение пойти на компромисс и решить вопрос с этими святынями и так далее и так далее но вот тут нашла коса на камень и штат давать восточный иерусалим а эти говорят что восточный иерусалим это наша столица палестинцы как это будет решено не знаю но явно что израиль больше не допустит такое злодейское нападение поэтому знаменитые слова ну все же приписывается голди мэйер как вы знаете да она как и черчилля бывает и бывает еще черчилля приписали нет 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 в украине на постсоветском пространстве знают только город голду мэйер потому что ну в киеве она уроженка киева да вот поэтому фраза never again то есть никогда больше тоже приписан приписывается голди мэйер и ради бога пусть пусть это сказала голда мэйер у нас мы не ищем реальный источник была такая умная женщина значит которая из киева и которая много говорила хороших фраз и прекрасно поэтому это такой мой поверхностный анализ я конечно не претендую ни на какие выводы потому что ничего про израиль не знаю но о конфликте могу судить поэтому заключая эту тему израильтяне объяснили что беззаконии не будет я так думаю что мне все равно кто у вас премьер я в них не разбираюсь я только лично когда были некоторые концерты у вас там я приезжал выступал на такое у вас место есть и тогда был ариэль шарон и гусинский очень хорошо знал ариэль шарона поэтому подъезжали черные машины выходил ариэль шарон произносил какие-то слова все кричали ура он несколько предложений говорил по-русски ну после этого время поменялось шарон ушел из жизни но теперь другие ничего ничего на ошибках учиться я думаю израиль сделает необходимые выводы из всей этой ситуации и будет еще сильнее чем хотелось бы поговорить немножко о журналистике во время войны учитывая что на ваших глазах прошло немного войн и конфликтов как вы считаете если журналист видит я сейчас не беру никакую страну конкретно что война которая ведет его страна несправедливы или его страна нарушает какие-то конвенции международные должен ли он об этом писать или должно чувство патриотизма сыграть вообще и вообще чем задачи журналистов зависит от того что вы называете патриотизмом например навальный считает патриотизмом протестовать и сидеть в тюрьме в жесточайших условиях кстати уже больше двух недель неизвестно где он находится может его и убили там патриотизмом считает люди уехавшие по принципу не множить зло и не поддерживать зло уехавшие из российской федерации ведь вы понимаете что макаревич которому вот исполнилось 70 лет и алла борисовна алла борисовна пугачева они не пойдут на фронт воевать понимаете их пластиковых пакетах не привезут они под авдиевкой не погибнут они уехали потому что есть такое выражение испанский стыд я долго разбирался что это такое я так и не понял почему он испанский но это когда кто-то совершает плохой поступок и тебе за него стыдно понимаете тебе почему-то ты просто этого не можешь вынести есть люди это и деятели искусства науки очень многие люди известны которые сказали мы путин мы с тобой в одной стране жить нибудь поскольку они люди состоятельные некоторые из них евреи то они залились так как-то я знаю существует такое название и совершили алию израиле не только в израиле до совершили алию ну а вы кстати не думали никогда об этом извините за личный вопрос вы понимаете в чем дело конечно думал но но не вышло по разным причин и я думаю что прав я думаю что израиль сейчас переживает тяжелые времена поэтому грузить его еще своим присутствием я не считаю нужно и необходим кроме того мне кажется что несколько моих друзей уехали в израиль и после этого уехали из израиля потому тут вот я уже могу вам сказать абсолютно честно и откровенно сколько лет вы в израиле вы лично лично год нет значит вы наверное это почувствовали к великому сожалению израиль правой рукой зовет эмигрантов пожалуйста приезжайте а левые безумные цены невозможность снять квартиру сокращение просить пожалуйста извините утро просто все нормально я просто скажу нашим слушателям что мы в записи делаем передачи чтобы не сбилась с утра и да 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 ну вот например мой приятель с семьей значит он жена и ребенок они приехали в израиль значит пошли изучать язык им дали помощь вот эту корзину абсорбции по моему она называется и он стал искать работу ему 42 года было тогда 41 и ему было сказано то есть я там поднял свои связи какие-то потому что много моих людей идет живет в израиле ему было сказано что пока он не выучит и врит он на работу может не рассчитывать но это логично а я ничего не говорю разве я осудил это не просто описываю ситуацию а потом произошла одна очень важная вещь ему вдруг пришла домой бумажка сокращаются отменяются какие-то выплаты ну да было такое эти выплаты будут отменены кроме квартира которую ему оплачивало государство тоже будет платеж отменен в такой-то период то есть я понимаю израиль не хочет нести на себе тяготы так сказать обеспечивание этих людей как делает это германия европа но только для украинцев но иммиграция вообще и сейчас подождите абсолютно нет послушайте там есть целая категория людей которые не оставили например в российской федерации 25 квартир на сдачу понимаете за словно и он просто позвонил мне и сказал что послушай посоветуй мне как мне жить дальше я говорю ну по всей видимости тебя вынуждают подталкивают к тому чтобы ты получил любую работу а вот дальше произошел интересный момент очень интересно при этом я понимаю что я сейчас скажу вещи которые ну бешено возмутят ваших зрителей давайте он мне говорит только пожалуйста не кидайтесь и не надо возмещать зрителей это наша работа поймите тоже да он говорит то есть я должен пойти например в супермаркет работать ну грузчиком перебирать понимаете да то рано не что очень хорошо понимаю да я ему говорю но все начинали с низов и вот тут то я сказал вещь которая не совсем правильная и которую как мне кажется еврейское государство не очень поняла одна моя родственница уехала в израиль тридцать больше тридцати лет назад все прошло прошла кибуц прошла тебя в изучении них непростого иврита поднималась с низов и так далее и так далее сейчас более не менее чувствует себя нормально квартира муж дочь там уже у них внуки и прочее 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 но тут есть один интересный момент мариан такой представьте себе что например приезжает в ну например макаревич он состоятельный человек алла борисовна пугачева тоже состоятельная как мы понимаем да представьте себе что приезжает какой-то доктор наук доктор наук выдающийся ученый который не согласен с путиным и который приезжает в израиль эмигрирует так вот израилю все равно приехал ученый или приехал грузчик ему все равно все равно иди в грузчике понимаете я очень вашим слушатели могут ваши слушатели могут возразить они могут сказать прости пожалуйста но все равно без иврита там ты не сможешь и понимаете да вот эти вот все слова все так начинают время изменилось он получает вот этот паспорт и после этого едет в германию он из россии его в германию не пускают по российскому паспорту но пускают в изра по израильскому и там он зная английский язык совершенно спокойно устраивается в университет знают его имя и так далее и так далее в общем короче говоря поэтому я не хочу ни в коем разе обвинить израиль что он что-то делает не так и так далее он делает то что он делает но факт остается фактом израиль сейчас стал значительно менее привлекательным местом для людей для евреев которые уезжают в него и совсем не по финансовой причине просто тебя загоняют в стойло окружают ограничениями и им все равно кто ты такой понимаете конечно понимаю а время изменилось а альтернатив миллион даже если ты не получишь например паспорт ну вот этот израильский паспорт как он там называется вот по которому ты можешь везде путешествовать а израиль обиделся на этих людей сказал что теперь он будет так и им давать там через год и так далее в общем какие-то ужесточения давайте и они наверняка уйди 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 с этой темы на нет нет на послушайте меня это свобода слой не я не 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 поэрозе нет мне просто еще интересно с вами много того чтобы говорить пожалуйста для того чтобы израиль был притягательным нужно как не парадоксально марьяна совсем не совсем не тысячи долларов которые надо давать каждому кто приехал совсем нет нужно понимание что приезжают разные люди и эти люди могут работать на пользу израиля просто надо создать механизмы которые есть других странах которые тебя не обнуляют вот это самая большая проблема человек который приезжает в израиль он обнуляется и это многих не устраивает а кстати как живется вот журналистам в изгнании но вот вам лично не нужно не требует ли это если вы допустим работаете на украинском сми быть святее папа римского то есть как ваш опыт каков но это я просто я работаю во первых да я не реально во первых не интересно как у я понимаю во первых я не никакой не изгнанник потому что я приехал сюда по контракту хотя из россии уехал давно я в италии в америке где только не жил в грузии у меня жена грузинка и так далее что касается украины это абсолютно свободная страна и я здесь говорю то что я хочу власти это может нравиться или не нравится но им приходится это выслушивать другое дело что у любой власти есть возможность не реагировать на слова критики что они делают вот и все простой ответ украина свободная демократическая страна слава богу хотела спросить у меня очень просили знакомы когда узнали что буду с вами говорить спросить про вашу фразу которую вы очень часто говорили на эхо москвы кройте доводами аниматом откуда она взялась и вообще с вашей точки зрения в современных сми остается ли место для нормальной дискуссии или сейчас все превратилось такое правое правое лево лево никто никуда не слушать никого не слышит и нет никакой дискуссии ну есть и такие люди и в основном в телеграм-каналах и в твиттере вот такое происходит когда делается все черными белым а серого нет но это поляризация из-за войны понимаете в чем дело и тут ничего не поделаешь кроме того ну как бы вы понимаете ну я когда-то сказал эту фразу может быть даже эта фраза не моя я у кого-то услышал я не люблю присваивать себе но понятно что ситуация разогретая и понятно вот если например брать путина и путинское окружение и путинских людей и которые будут голосовать за него которых он купил нас обманул и так далее так далее они искренне верят что коней на переправе не меняют что путин это есть россия что альтернативы ему нет конечно ему нет альтернативы по той причине что все остальные сидят понимаете поэтому я отношусь к этому спокойно я не участвую в дискуссиях где мат кроме того знаете в интернете никто никого переубедить не может просто люди которым нечего делать таких людей навалом приходят после работы сидят в этих чатах и так сказать для них очень важно что хотя бы в чате в этом они что-то из себя начинают представлять сами себя понимаете это свойство человеческой натуры это меня не очень заботит я делаю свое дело нас остается время на один вопрос хотя у меня их просто разрывает но тоже интересно связи с журналистикой вы общались с многими политиками которые остаются в россии продолжаются влиять на нее со многими у вас наверняка были личные отношения как вы сейчас вообще поддерживаете контакты или это разрыв был полностью и до и навсегда тот же леонтик с которым у вас была например передача он не совсем политик но тем не менее вы имеете ввиду газпромовский ли он да 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 нет во во-первых это миф у меня никогда не с какими политиками не было дружеских отношений вообще не можете мне поверить доверя вообще не только во время передачи мы не встречались в кафе мы не дружили семьями ничего этого не было более того даже два великих это алла борисовна пугачёва и жванецкий я у них один раз по одному разу взял интервью и после ну в моей программе бумонт который там народ помнит до сих пор и я больше их не тревожил я не ездил к ним в гости не становился другом семьи и так далее у меня есть своя жизнь у них есть своя жизнь вы понимаете что ларри кинг который взял интервью у всех царство ему небесное он был другом своих друзей по жизни понимаете так и я у меня есть друзья очень хорошие друзья они не журналисты а вот есть тут в киеве у меня конечно знакомые ребята журналисты но опять же только один или два с которыми мы встречаемся иногда пьем пиво или хорошее вино и съедаем чего нибудь как любит говорить венедиктов крылышки понимаете у него есть такое любимое блюдо крылышки только я вискаря не прию в отличие от него вот поэтому все это миф и гурченко которая у меня была я помню я даже приходил к ней домой один раз она жила на патриарших ее квартира и я к ней пришел здрасте здрасте то ли я и что-то передал то ли га это просьба к ней была такая по художественной части вот и все больше мы не виделись очень жаль конечно с многими из них можно было бы дружить но зачем мне дружить с политиками журналистами да я сам себе журналисты не стоит дружить с политиками еще раз многие дружат и хорошо с этого имеют вот тут есть украине и в россии вы знаете везде ну что соловьев не дружит ну понимаете каждый выбирает по себе женщину религию дорогу моя любимая фраза классика и моя кстати и да так она есть на самом деле поэтому держи как моя мама говорила знаменитую фразу держи ноги в холоде голову в холоде а ноги в тепле и я бы еще сказал так и совесть в чистоте поэтому я понимаете я сравниваю себя с ледоколом ленин там тюлени какие-то сидят там что-то такое пусть они сидят а я себе иду вперед потому что я атомный ледокол ленин иногда удачно иногда нет делаю продукт какой-то работаю на трех работах плюсы виду стримы плюс участвую и так далее хотите знать мое мнение пожалуйста не хотите не надо как говорит известная поговорка видеть вас одно удовольствие не видеть другое я позволяю моей аудитории поступать так как они хотят вот собственно и все спасибо и могу только пожелать что ваш ледокол плыл и дальше и успешно спасибо вам большое за это интервью как здоровье позволит спасибо вам марьяна и спасибо вашей аудитории не ругайте меня уважаемая аудитория если я что-то сказал не так это просто либо мое мнение либо я чего-то не знаю договорились спасибо большое мы прощаемся с нашими слушателями и зрителями и большое спасибо тем кто организовал эту программу еще раз напомню нашим зрителям ю тубе что подписывайтесь и лайкайте наши передачи до свидания